Сегодня семья Соколовских получает документы на свою собственную квартиру. Путь, который мы прошли вместе с ними, оказался не таким уж и сложным. Обратившись в агентство недвижимости, наши герои не только выбрали квартиру мечты, но и тут же подали заявку на ипотеку. В банк пришли уже для подписания договора. И вот они уже получили документы на квартиру. Сегодня наши герои празднуют новоселье. Как здорово, что мы обратились в агентство. Нам не пришлось бегать по разным инстанциям и долго ждать. Ну и теперь мы уже в своей квартире. Кстати, и после оформления ипотеки семье не нужно каждый месяц приезжать в банк и оплачивать кредит. Для этого в Сбербанке есть много дистанционных сервисов. Для внесения ежемесячного платежа клиентам Сбербанка приходить в банк нет необходимости. Они могут воспользоваться сервисом Сбербанк Онлайн, внести необходимую сумму. Кроме того, можно через Сбербанк Онлайн также внести досрочное огошение. Если у клиентов остаются вопросы, их можно будет задать менеджеру по сопровождению кредитов жилищных в ипотечных центрах. Страх, что ежемесячный платеж нанесет серьезный удар по семейному бюджету не подтвердился. А все потому, что в Сбербанке семье подобрали подходящие для них условия ипотеки. Вот платили за съемную квартиру, даже ремонт не делали. А здесь, смотрите, теперь платим ту же сумму, но уже за свою квартиру. В пользу ипотеки и различные государственные программы. Они позволяют вернуть часть потраченных денег и направить их как на досрочное погашение кредита, так и на ремонт в новой квартире. Так, например, в Соколовске могут получить сразу два налоговых вычета – за саму квартиру и за проценты по ипотеке. Первый основной вычет за покупку квартиры – это 13% от ее стоимости, но не более чем с 2 миллионов рублей. То есть наши герои могут вернуть до 260 тысяч рублей. Второй вычет по ипотечным процентам – это также 13% от уплаченных по кредиту процентов, но не более чем с 3 миллионов рублей. Таким образом, семья может получить еще до 390 тысяч рублей в виде налогового вычета. Тем, кто все еще снимает квартиру на такие вычеты с арендной платы, рассчитывать, конечно, не приходится. Семья Соколовских на собственном примере убедилась, что ипотека – это совсем не страшно, и жалеют, что не решились на нее раньше. Наши друзья, посмотрев на наш опыт, тоже отправились в агентство, чтобы все узнать. Теперь, когда все юридические вопросы решены, семье остается самое приятное – создание уюта в своей новой квартире. Дарья Панченко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.